Всем привет! Вы на канале GadgetMoney. Это моя новая домашняя студия по производству видеороликов. И сегодня мы распакуем очень интересное и бюджетное устройство от компании Huawei. Итак, мы начинаем. Поехали! В названии видео вы увидели, что же такое Курьер Сервис Экспресс. Это компания, с которой я сталкиваюсь второй раз. И сегодня я вам расскажу, точнее просто немножко упомяну о том, что невозможно нигде найти информацию, что такое Курьер Сервис Экспресс. В основном с Китая, с интернет-магазина TomTop.com доставляется по ссылке этой компании. И просто будет ссылка на сайт cse.ru. Это ни в коем случае не реклама, просто я сам столкнулся с тем, что я не мог найти информацию об этой компании. Все приезжает таким вот образом. Давайте уже распаковывать Honor 6C. Не обращайте внимания, здесь 100% телефон без розничной упаковки, потому что, ну кто будет посылать YouTube каналам? Тем более, если вы думаете, что мне за это платят. Нет, компания Huawei сотрудничает с такими пиарщиками, которые не платят за обзоры, по крайней мере, таким каналам, как я. Может быть, у меня просто мало подписчиков, может быть, это их принцип, но они якобы говорят, что мы не платим за обзоры. Обзоры должны быть типа честные. Ну, обзор-то честно по-любому должен быть. Но вопрос еще в том, что каждый труд должен оплачиваться. Это камень-богород компании, с которой работает компания Huawei, который, соответственно, занимается всеми этими рассылками смартфонов для блогеров. Я просто... Почему такая секундная пауза? Потому что я просто был в замешательстве. Я не знал, как это назвать. Пресса, блогер, коробка нам не нужна. Здесь смартфон. Уважаемая компания, если вы будете смотреть это видео, я вам просто скажу. Присылайте, пожалуйста, также зарядный кабель. Почему я должен искать зарядный кабель и заряжать его своим? Если вы присылаете на обзор, тем более вы не платите за это. Я вас очень сильно уважаю, но надо присылать не в таких конвертиках, а хотя бы в каких-нибудь действительно розничных коробках. Вот такой прикольный конверт. Мне нравится, что это такая крафтовая бумага. Прям вообще. Прям... Сейчас даже на стоп нажму для того, чтобы снять это в инстаграм. Подписывайтесь, кстати, в инстаграм. Внутри у нас... А я даже не знаю, какого цвета. Слава богу. Металл. И смотрите-ка, смартфончик-то у нас новенький. Новенький. Присутствуют пленочки на смартфоне. Я даже не знаю, можно мне их снимать или нет. Спереди никакой пленки нет. Присутствует... Ну, такое себе не очень олеофобное покрытие. Сзади у нас находится транспортировочная пленка. Спереди у нас пленочки никакой нет. Весь он, конечно же, металлический. Хонор 6C. 11 990. Как вы думаете, стоит он своих денег? Давайте по эргономике. Все это металлическая. Рамка металлическая. Весь задний корпус металлический. Сверху, снизу пластиковые заглушечки. Есть сканер отпечатка пальцев. Есть камера. Светодиодная вспышка. Наушнички-разъемчик. Микрофон. Фальш-решеточка под динамик и под микрофон. Зарядная микро-USB. Два таких красивых болта. Прям очень красиво это все смотрится. Спереди экран. Характеристики экрана вы сейчас видите на экране, потому что я их наизусть не помню. Две сим-карты, либо одна сим-карта, карта памяти. И давайте уже включать. На левом торце, точнее на правом торце. Левый, если держать так. Правый, соответственно, если держать так. На этой грани у нас есть сдвоенная регулировка громкости. Клавиши включения-выключения. Они металлические. Ничего не люфтит, не скрипит. И, наверное, смартфон у нас нет, не разряжен. Включается. Пока смартфон включается, на другой грани у нас, соответственно, слот под микро-SIM-карту и под карту памяти. Точнее, под nano-SIM-карту или карту памяти. Micro-SIM, nano-SIM. Ну что ж, друзья. В принципе, неплохо так в руке держится. У экрана, я знаю, что экран здесь HD, не Full HD, но, в принципе, таких явных. Ну, засветики есть, да. Вот если под углом смотреть на экран, засветы есть. Но для бюджетного устройства, что вы хотите. Внутри у нас 3 гигабайта оперативной памяти. Вроде как 32 встроенной. Сейчас мы это все посмотрим, проверим. Сразу, 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 прямо прямиком мы произведем. Произведу я тестовые какие-то снимки. Прикольный смартфон. Он легок. Легок. Кнопка, это не кнопка, а сканер. Скорее всего, будет работать так же, как и на большинстве моделей от компании Huawei. Нормально. Достаточно плавная анимация. Тут разрешаем. Тут выходим. Давайте сразу включим камеру. Сразу посмотрим по прошивке. Не надо. Где локацию, видео, фото. Профессиональная съемка есть. Настройки. 13-мегапиксельная у нас основная камера. Все это так, знаете, неторопливо оболочка играется. Конечно, вот пользовался в течение месяца P10. Там она более так быстро реагировала. Давайте вот так вот красиво сфоткаем мой айфончик. Ну что ж. Ну, конечно же, шумы есть. Но детализация достаточно четкая. Здесь вот в такую кашу превращается эта часть снимка. У нас в фокусе была вот эта часть снимка. В принципе, с учетом того, что я фотографировал экран дисплей смартфона. Еще в таких интересных условиях освещения. Ну что ж, друзья. Восьмиядерный, скорее всего, здесь процессор. Быстродействия должно хватать на стандартные приложения повседневные. Браузер, интернет и так далее. Буду тестировать. Буду посмотреть, как говорится, какая здесь камера. Больше всего интересно сейчас в смартфонах этот нюансик. Как себя поведет батарейка. И, конечно же, более подробно расскажу в моем обзоре, который я сделаю. И давайте еще послушаем, как звучат динамики. Распаковки. Вообще сейчас, конечно, я хочу отказываться от распаковок. А распаковка делается больше для того, чтобы первое ощущение. Вот, первое ощущение от смартфона. Вы знаете, сзади он, если бы не вот эта вот надпись. Как вы думаете, на какой смартфон он похож? Правильно. На смартфон от компании Xiaomi. Fingerprint. Все это здесь работает. Давайте послушаем звучочек. Максимальная громкость. Ну, прикольно. Знаете, вы можете мне не поверить, но звук сейчас ведет себя, точнее, он воспринимается и слышится ничем не хуже, чем, допустим, звук у того же P10. Наверное, в наушниках будет немножко похуже, но Emotion 4.1, Qualcomm Snapdragon 435, 3 гигабайта оперативной памяти, 720p экран, 32 встроенной, как я и говорил. А почему Emotion 4.1? Может быть, надо обновиться? Потому что смартфон-то вышел не так давно. Но я сейчас подключу его к Wi-Fi и, скорее всего, прилетит какая-нибудь обнова и на обзоре уже будет с актуальной версией операционной системы. Вот так вот задничек очень классно смотрится. Для бюджетной модели получается ценовая категория 200 долларов. Qualcomm-овский процессор. Неплохие для этого ценника камеры, скорее всего. Передняя камера 5 мегапикселей, поэтому тут без излишеств. Ну, по первым впечатлениям, в принципе, ну, что тут можно сказать? Вау-эффекта я не испытал. Такое достаточно проходное устройство. То есть, в принципе, если вы подумываете о смартфоне и вы не хотите заморачиваться, хотите купить, пойти в магазин или заказать его с очень быстрой курьерской доставкой по России и получить, может быть, какие-то ништяки, то добро пожаловать в описании под этим видео. Если же вы гик и хотите выжать из своих денег максимум возможностей, то, конечно, этот смартфон не для вас. Тем более, если вы разбираетесь в китайской смартфоностроительной индустрии. Вот такое вот я слово новое выговорил. Ну вот, каким-то таким получилось видео. Получилось видео о Huawei Honor 6C. Смартфон интересный, смартфон недорогой. Обязательно его протестирую. Камеры и сам смартфон расскажу в отдельном видео. Чтобы не пропустить, нажимай колокольчик, подписывайся на канал. Если понравилось, ставь лайк, не понравилось, ставь дизлайк. В любом случае, проявляй свою активность. Где и как купить, найдете ссылочку в описании. Там же вы найдете мои социальные сети, где вы сможете задать мне вопрос по этому смартфону и не только по нему. Ну что ж, в принципе, наверное, все сказал. Совсем скоро увидимся в новой обстановке с новым интерьером. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok